Физкульт привет, зрители и подписчики, с вами Гамбит и мы возвращаемся в ПС-20, карьера за лондонский Челси. Ну что, ребята, у нас сегодня просто потрясающий матч, у нас сегодня и лондонское дерби, и матч с Манчестером, ну и плюс Эвертон. Устраивайтесь поудобнее, обязательно поддержите видосик лайкосиком и мы начинаем. Субтитры сделал DimaTorzok Так, Янг, здесь еще Янг в Манчестере, да, не в Интере. Ван Бисака, Матич, Погба, Марсиаль, Джеймс, Лингард и Маркус Решвард. Хороший состав. Так, у лондонского Челси. Кепа, Рюдигер, Кристос, Нашкриньяр, Канте, Савич, Иска, Зас, Санчо, Дембеле и Федор Чалов. Ну что, ребята, поехали. Добро пожаловать на футбол, дорогие друзья. Лондон, Стэнфорд Бридж, Челси. Центральный матч и тура будет встречаться с Манчестер Юнайт. Красные Дьяволы приехали в гости к Аристократам и постараются взять отсюда, увезти точнее 3 очка и выйти на первую строчку. На ваших экранах Санчо, Джеймс, Трудяга Джеймс, ну что, поехали. Чалов, молодец, Федя, Иско. Туда, перевод на Санчо, Санчо, еще хороший перевод, удар. Вот это передача, вот это был великолепный момент у лондонского Челси. Девятая минута матча, счет мог уже быть открыт. Рэйшвард на втором этаже. Неплохая передача, Чалов, отрывается Федя, не дают пробить, нет, все-таки умудрился пробить и попал прям в пикварда. Великолепно выбрал позицию голкипер сборной Англии за Чалов. Федя, молодец, борется просто как лев. Умудрили все-таки сделать передачу, Рэйшвард зацепился за мяч, на туканте. Съедает Джеймса. Передача на Савича. Иско, еще передача. Санчо. Прострел хороший, хороший был прострел, контент на подборе. За. Передача на Савича. И у нас опять нарушение правил, и... Это тридцать пире номер матч. Поль Пагба. Передача на Маркуса Рэйшварда. Рэйшвард наносит удар, ну... На мой взгляд, Кепа все контролировал. Первый подход к воротам. Санчо, наверх, штрафную! Ну! Иван Бисака. Или это, по-моему, бои были. Джеймс не успевает. 56-я минута матча. У нас пошли замены. Вилла выходит. Мистер Джеймс. Я не знаю, ребят, что это, кстати, за футболист. И тридцать замену лоденского Челси. Выходит Абрахам. Выходит Маунт вместо Иску. И Хацанадой вместо... За. Еще передачку. Отлично, Санчо устремляется. Санчо! И пробить в ближний попадает. Попадает в перекладину. Технично сыграл Джейдан Санчо. Всех обманул, я думаю, даже игроков Челси. Потому что они такого не ожидали. Санчо на вес, туда на Абрахама. Не достает Абрахам. Хацанадой на подборе. На подборе Хацанадой. Передачка на Канте. Канте. Маунт. Удар Маунта. Хороший удар. И... Штанга. Дважды уже попадаем в каркас. Пошли замены. Лингард уходит. Вместо него Фред. Сейчас Манчестер Юнайты будет играть. Гринвуд. Может быть опасно. Удар Пагба. На подборе Манчестер. Отлично, Шкриньяр. Савич. Бой команд не будет. Все, ребят. 0-0. Ничейный результат. Ну, мне кажется, честно, ребят. Все-таки лондонский Челси был немножко ближе к победе, нежели Манчестер Юнайты. Давайте посмотрим на статистику. Ну вот, посмотрите. Владение, в принципе, удары в створ. И опасные моменты были Санчо, Маунт попадали в каркас ворот. Ну что, давайте быстренько по результатам. Тоттенхэм уступил Кристал Пелус 0-4. Эта игра меня удивляет. Манчестер Сити разгромил Бёрнли. Норвич 1-1 с Арсеналом. Ньюкасл 3-0 в Эсхэм. Листер уступает Эвертону. Как же у нас Ливерпуль? Ливерпуль сыграл с Бормутом 1-1. Так, ну что, ребят, у нас лондонское дерби Арсенал на Эмеретт Стадион будет принимать лондонский Челси, Пушкари и Аристократы. Давайте быстренько по составу лондонского арсенала. Галкипер, это Лос, или что, или кто, не знаю. Мустапи, Сократис, Калашинос, Белерин, Джака, Гвиндези, Найлс, Пепи, Азилы, Абамиянг. У лондонского учился изменения. Есть изменения. После матча сейчас смочить Рената. Решил Фрэнк Лэмборд дать отдохнуть Кепи. Вышел Кабальера. Вышел у нас Маунт в стартовом составе, вышел Кацена Дой в стартовом составе и больше изменений, в принципе, никаких. Давайте, собственно, начинать уже матч. Канте, капитан команды Челси и Сократис, капитан команды Арсенал. Команды выходят из-под трибунового помещения. Челси сейчас находится на первой строчке. В прошлом туре сыграл в нулевую ничью с Манчестер, это который Юнайтед. Арсенал находится на четвертой строчке, у них 14 очков между Челси и Арсеналом всего три очка. Разница. Если сейчас канонеры выигрывают, то они сравниваются с Челси. Но посмотрим, это нужно еще выиграть. Фрэнк Лэмперд в принципе неплохо стартовал и сейчас на вершине турнира таблицы плотность очень высокая. На ваших экранах стартовый состав вон с Гаварсенала. Кстати, Давид Луис сегодня на скамейке с запасной. Все, готово к матчу, поехали. Сократис. И туда сразу передачку. Так, ну немножко, немножко не получилось. Маунт, удар на технику, хороший момент был. Быстренько, быстренько лондонский Челси начинает. Маунт. Канте. Дальний удар Канте. Ну, не опасно, конечно. Но четвертая минута матча. Вроде бы Сайч побежал, попросил передачу. Абамиян. Вот этого парня ни в коем случае нельзя упускать. Канте. Абамиян, хороший удар. И вот обмен любезностями. Хороший момент. Пьер Эмир Абамиян попадает в стойку. Маунт. И удар с левой маунта. Месут Азил, Пепе. Передача. Абамиян. Удар Абамиян. И Кабалера спасает. У нас угловой. Месут Азил у мяча. Наверх штрафную на ближнюю штангу. Канте. Канте первое мяче на подборе. На подборе Арсенал. Сократис. Удар Сократиса. Опять штанга. А здесь Пьер Эмир Абамиян все-таки открывает счет в матче. У нас 1-0. Пьер Эмир Абамиян. Да, Арсенал прижал немножко. И собственно забивает. Давайте посмотрим. Здесь Сократис хорошо пробил. Кабалера был бессилен. Ну и в окружении трех защитников Абамиян был самым расторопным. Канте. Неплохо. Канте. Маунт. Чалов. Чалов. Федя пробил в ближние. И опять. И опять. маунт. И прямо в руки голкиперу Арсенала попадает мяч. Санчо. маунт. Маунт. Еще передачу. Еще передачу. Маунт пробить. Не дают пробить. И нарушение не фиксируют. Нет. Нарушение фиксируют. но не в пользу Челси. Нужно возвращаться. Канте. Найлз. Абамиян. Штанга. Добивание. Штанга. Ребята. Я не знаю как комментировать но нас просто прощают. Мы обязаны забивать. Абамиян. Нужно возвращаться. Абамиян. Передача. Пепе. Хороший дальний удар. Кабалера. Просто в космическом ускоряется. Санчо. Чалав. Еще передачу. Федя Чалав. Нужно делать счет. 1-1. А он его не делает. Великолепная комбинация. Давайте посмотрим. Я был уверен 99% что Чалав забьет. Ну и нет. Голкипер просто феноменальное спасение. 86-я минута матча. Первый мир Абамиян. Уставший. Савичи. Пошла, пошла, пошла. Атака. Савич из последних сил тащит мяч. Еще передача. Савич. Ну ты-то забьешь. Забивает все-таки Савич. Великолепная комбинация. 89-я минута матча. Челси сравнивают счет. Да, заслужили они этот мяч. И как там проскочил этот огромный Савич, я не знаю. Давайте посмотрим. Вот здесь протащил уже уставший футболист. Пулешич отдают великолепную передачу. И то в штангу попали. Да, был шанс у Арсенала. Они могли сделать счет 2-0. Там 3 штанги, если я не ошибаюсь, было. Но потом и Федор Чалов не смог забить. Здесь Савич на 89-й минуте матча. Вот это дерби. 1-1. Ребят, честно сказать, я чувствовал, чувствовал, что все-таки Челси может сравнять. И мяч спокойно в руки туда. Бросаем. Ну что, ребят, 1-1. Ну, я скажу честно, ничейный результат все-таки для Челси в особенности очень даже хороший результат. Статистика матча на ваших экранах. В целом, игра была равная. Так, ну что, давайте посмотрим. Матч есть в Реюнете. Обыграл Ньюкасл и вышел на первую строчку. Сити 4-2 Уотфорд. Ливерполь 1-1 сыграл со святыми. Да, Сон Гептон, в принципе, неплохо. Сэнфилда увести одну очку остановило Бормут 2-2. Так, ребят, ну что у нас в третий заключительный матч и этот матч с Эвертоном. Что хочу сказать, риски-то находятся на четвертой строчке. очень сложные пока матчи по крайней мере в этой серии у подопечных Фрэнка Лэмпорда. Нужно бороться. Давайте быстренько по составу. Что нового? Жоржини вышел сегодня в стартовом составе и Кепа вернулся в рамку. Ну что, поехали. Все, готов к матчу. Челси Эвертон. Челси последних два своих тура сыграл в ничейку. В ничейку сыграли. 1-1 с Манчестером. Точнее 0-0. И а вот с Арсеналом сыграли 1-1. Жоржини. И давайте дальний хороший удар. Чуть сильнее, чем хотелось бы. Дембеле заряжает справа. Не повезло Арсеналу. На левом флаге Ричарльсан. Те Волкот. Сигурдсан. Вот это парня нельзя. Ни в коем случае нельзя давать бить. Какой потрясающий удар 10-го номера Сигурдсан пробил неплохо. Жоржини. Хорошая передача и Хацанадо и великолепный удар. И еще не менее лучше хорошее спасение. Вот здесь передачку маунт. И посильнее на технику попадает в голову. Ребят, у меня язык заплетается. Думаю, вы меня поймете. Адой поставил корпус неплохо. Канте. Маунт. Туда на Федю Чалова. Федя и пробить. Федя хороший удар. И голкипер. Пикфорт ушел. Перешел, точнее, в Манчестер. Жоржини. Маунт. И дальний удар маунта. Ух, какая пушка. Давайте посмотрим на повторе. Развернулся и с правой. И туда, туда отправляет седьмого номера по левому флангу. Разворачивается спокойно. Дэл. Сигурдсан. Он сейчас нельзя давать ему бить. Ни в коем случае. Он надает передачу на Жору. На подборе. На подборе Эвертан. Дэви и удар не получится у Сигурдсана. Маунт. И пошла, пошла контратака. Туда на Хацан Адой. Хацан устремляется. Англичанин. Подтащил мяч. Еще передачку. И Федор Чалов все-таки забивает. Да, подталкивали там немножко в спину. Подталкивали в спину Хацан Адой. Молодец англичанин. Боец. Устоял на ногах. Я уже думал если честно мяч идет за лицевую. Но нет. Умудрился найти взглядом Федора Чалова. Дал передачу и Федя забил. Хотя пас был немного в недодаче. Кто там подталкивает? Это по-моему был Дэл. Все в рамках правил. Да, сыграл в корпус. А вот здесь еще и с передачкой повезло. Вроде бы это был Дэл. Но неважно. Федор Чалов снова забил. А нет, это не Дэл. Я ошибся, ребят. Самое главное что счет открыт. 1-0. 51-й минута матча. Можно сказать что в дебюте второго тайма отчелся открывает счет. Опять перевод на право фланг. Рюдигер. Это волкат. И дальний удар хороший. Да, частенько кстати мы пропускаем. Неважно в какой карьере почти сразу после того как забиваем. Это Сигурдсен наносил удар. Я был бы не против если бы главный тренер Эвертона заменил Сигурдсена. Адой. Пошла передача хорошая на Федю Чалова. И Чалов забивает великолепный гол. Да, я видел что Федя остается на секунду один и он ускорился. Великолепная передача. На мой взгляд ребята это пока лучший гол не только Федя Чалова но и Челси в целом. Давайте посмотрим этот гол Аканте. Слушайте, ну великолепная просто передача. Я на самом деле думал неужели сейчас будет мимо. Удар получился такой странный немного. Давайте посмотрим еще раз на повторе. Да я готов всю жизнь смотреть на этот доктор смотрите великолепный нет все Федя знал что делать и у нас 2-0 отлично иду Больчалова Пришарлиссом Сигурцан и удар Кейна уже вышел молодой Кейн успеет Да и Гепа просто феноменальный спасение Жоржини Хорошая передача и Чалов Ух Чалов просто заряжен на ворота открывается раз за разом это уже Жоржини отдавал передачу на Федя Чалова и пошел сильный вынос на втором этаже выиграть борьбу Дембеле с мячом передача Иско свеженький Иско Иско дальний удар испанца вратарь на месте Чилвел неплохо Чилвел поборолся вот сюда на Дембеле Дембеле сразу в одно касание опять галкипер на месте за на подборе навес на ближнюю штангу как же Дембеле то не выиграл борьбу Дембеле еще сюда почти почти Иско отдал слушайте у Челси прям великолепный идет игра особенно после второго забитого мяча Иско еще передача Федор Чалов был в шаге просто чтобы сделать хитрик друзья он был в шаге Дембеле пробить в ближний не дают пробить Дембеле ну что ну что друзья 2-0 уверенная победа Челси Федор Чалов оформляет Дубль статистика на ваших экранах ну и понятное дело что лучший игрок Федор Чалов давайте быстренько по результатам Арсенал выбил свою встречу Тоттенхэм обыграл Манчестер Юнайтед это неплохо Сити обыграл Кристал Пелос что у нас с Ливерпулем Ливерпуль выиграл у Лестера и лондонский Челси снова на первой строчке а уже притык подошел подобрался я бы сказал Манчестер Сити 20 очков но дальше Манчестер 19 Тоттенхэм Арсенал Эвертон Ливерпуль а вот Лестер меня кстати огорчает борьба будет я уверен за чемпионство серьезное 9 мячей всего забили подопечные Фрэнка Лэмпорда один пропустили Манчестер Сити 17 наколотил Саугептон 17 наколотил 19 забил лондонский Арсенал ну что дорогие друзья подходит к завершению очередная серия за Челси серия получилась очень интересная насыщенная эмоциональная лондонский лондонская дермина дерби было матч с Манчестером ну и вишенка на торте конечно же победа на Стэмпорт Бридж над Эвертоном с учетом 2-0 и хорошо что еще даже Федя отличился дважды с вами был Гамбит не забывайте подписываться обязательно ставьте палец вверх и мы увидимся в следующих сериях всем пока пока